Вы остановились у книжного прилавка. Пестреют названия, разноцветные переплеты, занимательные обложки. Какую выбрать? Каждая книга — сложный, идейный и художественный комплекс. Так лирично начинается советское издание «Как иллюстрируется книга» 1961 года. В ней рассказывается о создании иллюстрации к повести о настоящем человеке, преступлении и наказании Василию Теркину к роману «Мать». О том, что в разноцветные переплеты попадает не все, потому что книга — комплекс сложный, идейный, додумывайте сами. Как раз иллюстрации таких книг сложной судьбы — герои новой выставки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. О попавших в переплет в переносном смысле расскажет Вячеслав Рязаков. Вырвавшиеся из разных переплетов, листы разлетелись по стенам. Цветные крылья пришпилены так, чтобы рисунками иллюстрировать уже саму выставку, игриво названную «Попавшие в переплет». Типографское обобщение типа всех оппозиций века. В стране, угодившей в горнило двух мировых войн, трех революцию, оттепель и застоя, всех личностей и околичности перестройок. Авторы разных книг прошли их от корки до корки, вместе со своим народом и оказались на полке. Все под одним корешком знакомых обтерханных краев, пахнущим перевязочными материалами лидерина. Но иллюстраторы тех книг – наши современники, задача которых – изображать героев для новых обложек. Есть книги, которые имели очень сложную историю, их не печатали, они долго ходили в сам издате, и наконец-то справедливость восторжествовала, они увидели свет. И то, что мы сейчас называем «рукописи не горят», напротив, вдохновляют художников на какие-то новые свои произведения. Признанные мастера книжной графики иллюстрируют здесь скорее наши представления о времени, те итоговые его оценки, которые выставила ему история, во всяком случае сейчас. Богатейшая палитра манеры техник с готовностью подтверждает то, что мы слышали. Судьбу, нежели сюжет. Безликость жертв, заросли обелисков, облака, складывающиеся в анфас тирана. На серую газетную бумагу просится карандаш Давида Плаксина к стихотворениям Галича. Та же песня на иллюстрации к Высоцкому Михаила Шемякина. Уродливые маски красной смерти, звериные головы, рвущие глотку. В яркой, плакатной, но столь же басенной манере иллюстрируют произведения Олеши Михаил Карасик. А вот работа Ивана Задорожного буквально следует сюжету Евгении Гинсбург. Тот или другой графический лист, можно его воспринимать как и отдельное произведение и его созерцать именно таким образом. Но лучше, конечно, знать текст книги. И в таком случае вы вступаете в диалог и с художником, и с писателем. Конечно, под гримасой страдания то и дело проступает сочувственная улыбка. Василий Голубев скалит зубы в лубках по мотивам Москва-петушки. Молотым кофе насыпает свой чевенгур, медитирующая Светлана Филиппова. Под гнетом эпохи лишь проступает испарина. Человеческая природа, простая и неуклюжая, но пережившая все покушения 20 века. Только мы в 21-м не чувствуем торжества. Пожив в нем немного, уже в курсе, что самый страшный вызов человечности не жесткий переплет, а скорее наоборот. Все то, что сделало жизнь, неисцелимо бесцельный. Вызов которого, понятно, здесь нет. Не нарисованы иллюстрации еще не написанных книг.